Почему попытки России заблокировать Telegram провалились? Matt Burgess. Uyred.ch.uk, Великобритания. 29 апреля 2018 года. Попытка России заблокировать зашифрованный Messenger Telegram особых результатов не дает. Фактически через две недели после того, как Роскомнадзор, российский регулятор в сфере коммуникаций, начал попытки остановить использование приложения, ему удалось заблокировать почти все, кроме самого Telegram. Так почему же это оказалось настолько сложным? 16 апреля Роскомнадзор начал попытки блокирования Telegram в стране. После технических маневров создателя приложения Павла Дурова сервис по-прежнему доступен для использования. Блокировка разделила российское общество, и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков признал, что, несмотря на попытки заблокировать приложение, он по-прежнему его использует. «У меня, он работает для меня, и ничего в этом такого нет», — сказал, по имеющимся сведениям, Песков в интервью изданию «Томоща УТМС». По данным других российских СМИ, один из российских вице-премьеров также продолжает использовать Telegram. «Мало кто ожидал, что так будет», — говорит Адриан Шахбас. Адриана Абас, руководитель исследовательской программы некоммерческой организации Фриеда Моуси, трудно было представить, что Telegram удержится и останется доступным. И беспрецедентно, что Роскомнадзор в такой степени нарушает работу интернета лишь для того, чтобы наказать в назидание другим мессенджер, занимающий по популярности третье место в России. Так почему же Роскомнадзор не в состоянии эффективно заблокировать работу Telegram? Ответ заключается в технических особенностях инфраструктуры интернета. С января 2012 года Роскомнадзор ведет единый реестр сайтов, запрещенных в стране. Включение сайтов в этот перечень не зависит ни от Владимира Путина, ни от политиков, а находится в ведении правовой системы страны. Как и в случае с мессенджером Telegram, суды могут принимать решение о том, что веб-сайты или интернет-сервисы являются незаконными, и доступ к ним должен быть закрыт. «Эта система фильтрации очень жесткая и повсеместная, но она осуществляется в рамках открытой правовой системы относительной прозрачности», объясняет Джос Райт, Иос Сурект, старший научный сотрудник Аксфордского института интернета, Аксфорд Интернет Институте, занимающийся изучением цензуры в интернете. Российские суды решили, что 13 апреля за отказ передать ключи шифрования российским властям Telegram должен быть заблокирован. После блокировки Роскомнадзор определил связанные с Telegram и по адреса и приказал интернет-провайдерам заблокировать их. От российских хостинговых компаний также могут потребовать удалить веб-сайты на своих серверах. В апреле 2017 года о блокировке Паверкса Мессенджер Зелла, а в 2016 году также был запрещен Линкдин. Чтобы обойти блокировку, Telegram прибегнул к технологии до Майнфронтинг, сокрытия конечного адреса. Этот метод в принципе позволяет размещать сервис на системах другой компании и эффективно скрывать источник трафика. Фактически, это баг, но это скорее не преднамеренное следствие того, как работают эти службы, объясняет Райх. В результате блокировки Telegram применил эту технологию, используя услуги хостинга на Google и Amazon. Сокрытие конечного адреса часто используется в качестве инструмента обхода цензуры, но этой технологией также злоупотребляют киберпреступники для маскировки вредоносных программ. Он в принципе маскирует свой трафик под трафик Google. И у органов цензуры нет возможности отличить его от трафика Google, добавляет Райх. В итоге, пытаясь помешать Мессенджеру Telegram использовать технологию сокрытия конечного адреса, Роскомнадзор блокирует почти все, кроме самого Мессенджера. Судя по сообщениям из России, были частично заблокированы сервисы Google, а также происходили кратковременные сбои в работе Twitter, Facebook и российских интернет-гигантов Яндекс и ВКонтакте. Совет общества научных работников России заявил, что перебои в работе интернет-ресурсов в связи с попытками заблокировать Telegram создают серьезные проблемы для ученых страны. Интернет-издание «Медуза» сообщает, что в миллионах заблокированных и подресов был ограничен доступ к научным журналам. В этой ситуации вышло так, что Россия повернулась и сказала, «Послушайте, Google для нас не важнее наших законов, говорит Райх, когда становишься для государства настолько значительным, чтобы действительно привлечь к себе внимание, на тебя, как правило, начинают давить». Именно это и произошло здесь с Telegram и Google. Несмотря на глобальный характер интернета, ему для работы все равно необходима физическая инфраструктура. Аппаратные элементы, кабели и серверы, контролируются в рамках границ государств и подпадают под действия законов этих государств. Почти по случайному совпадению в это же время компания Google объявила, что отключит возможность веб-сервисов использовать технологию дома и инфронтинг. «Эта технология никогда не была в Google поддерживаемой функцией», заявил представитель компании в интервью из Дании Тверги. По его словам, это была причуда его программных систем, и наличие этой функции не предполагалось. «Мы постоянно развиваем нашу сеть, и в рамках планового обновления программного обеспечения, технология дома и инфронтинг больше не работает. Мы не планируем предлагать ее в качестве функции», – сказал он. Это решение Google было воспринято негативно. По словам представителя организации «Отчестную», выступающей за защиту от цифровых авторских прав, существует не менее 12 технологий, обеспечивающих защиту прав человека, в которых используется технология сокрытия конечного адреса в Google, и которые из-за отказа могут пострадать. Использование этой технологии означало, что потенциально миллионы людей могли на практике узнать, что такое более свободный интернет и пользоваться своими правами человека. «Мы призываем Google помнить о своей приверженности и правам человека и свободе интернета. Мы призываем компанию и дальше предоставлять возможность для ее использования», – говорит Натан Уайт. Натан Уити – специалист «Отчестного по законодательству», Адриан Шахбас и Сфриеда Моуси надеются, что Россия и другие страны, которые хотят контролировать интернет, попытаются создать свои собственные миссенджеры. «Мы, скорее всего, увидим, как авторитарные страны будут продвигать свои собственные альтернативы крупным технологическим компаниям, такие, которые находятся в стране, и которые гораздо легче контролировать», – говорит он. Одна российская компания, Mail.ru, после запрета Телеграм активно продвигает свой собственный миссенджер Томтон, а в Райне взамен миссенджеры Телеграм-власти создали свое собственное приложение Сарауш.